Отступи от кустов три клетки наверх, две клетки направо и одну клетку вниз. Там должно быть сокровище. Маленький Андрюша ищет сокровища и строит вулкан в интерактивной песочнице. Ее размеры позволяют играть с ней сразу восьми малышам. Сегодня в дошкольном учреждении проводилось тестирование новых игровых зон в рамках акции «Жизнь без барьеров». В прошлом году детский сад номер 205 стал участником целевой программы «Доступная среда». Ее основная задача – максимально адаптировать пространство для детей с ограниченными возможностями. Для обеспечения условий доступности для детей-инвалидов на пандусе установлено покрытие с плиткой, антискользящей поверхностью. Пандус оборудован двойными поручнями. Переоборудование помещений по пути следования консультационному центру для детей-инвалидов. То есть расширены дверные проемы, демонтированы пороги, установлены поручни. Также в рамках программы «Доступная среда» переоборудованы помещения для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами. И полностью оборудована санитарно-гигиеническая комната. «Это очень важливая сила. Это очень важливая сила. Я тут думаю, что полезно быть. Но каждый день лучше приходить к вам». Данная среда позволяет получить эффективную помощь, направленную на развитие. Здесь есть все необходимое для коррекционной и образовательной деятельности. Мягкие горки и лабиринты, бассейн с разноцветными шарами и спортивный батут, чтобы во время игр и занятий ребенок смог снять психофизическую перегруженность. Все квесты адаптированы под воспитанников. В детском саду две группы кратковременного пребывания для детей с физическими и интеллектуальными нарушениями по пять человек. С ребятами ежедневно работают учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог. Данное помещение работает в двух режимах. Первый режим – это ресурсная группа. Ее посещают детки в режиме группы кратковременного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра. Планируется открытие группы кратковременного пребывания для детей с тяжелыми и множественными нарушениями. Акции «Жизнь без барьеров» проводятся в Нижнем Тагиле с 2014 года. За это время проведено тестирование 23 социальных объектов на предмет доступности для маломобильных граждан. Николай Палкин, Любовь Шевченко, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова